День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства отмечается в России в 3 воскресенье марта. В этом году пришелся на 17 число. Наверное, нет ни одной другой отрасли, работа в которой вызывала бы и столько критики, и столько благодарности. Несмотря на множество нареканий, нельзя не согласиться. Без работников ЖКХ не было бы уюта и комфорта в наших домах, в квартирах и во дворах. Одна из традиций праздника – награждать отличившихся работников отрасли. Глава Щелковского района Алексей Валов и председатель Совета депутатов Надежда Суровцева взяли эту миссию на себя. Работать в ЖКХ непросто, не все справляются со взятыми обязательствами, отметил Алексей Валов. В частности, внедренный в Московской области рейтинг управляющих компаний показал, кто на своем месте, а кто пришел за сиюминутной выгодой за счет жителей. Наш муниципалитет в прошлом году начал освобождаться от недобросовестных компаний. Очень много было реформ, очень много было изменений. Есть люди, профессионалы, руководители, которые достойно перешли через этот этап и стали на достойный уровень, несмотря на все эти изменения. Есть, которые, к сожалению, провалились и ушли с этого непростого направления. Впрочем, те, кто был приглашен на церемонию, оказывают услуги жителям на самом высоком уровне. 48 награжденных, благодарственные письма и почетные грамоты профильного министерства, Мособлдума, главы района, администрации и совета депутатов получили руководители, специалисты и целые коллективы предприятий коммунального комплекса, управляющих компанией. Наверное, чаще всего к тем, кто работает в сфере ЖКХ, приходят люди и ругаются. И только в праздник можно увидеть ваши улыбки и хорошее настроение. Я хочу, чтобы в этой жизни все поменялось, чтобы в будник вам больше приходило людей, которые говорят вам слова благодарности. И я благодарен вам в честь этого дня, в честь этого праздника, благодарен за то, что вы, несмотря на время суток, несмотря на объем работ, бросаете все и идете на помощь людям. Они пережили зиму, успешно справились с возникавшими авариями, теперь готовятся к весенней уборке территории. Потом начнут благоустраивать городской округ и снова готовить хозяйство к зиме. И так год за годом трудятся работники ЖКХ. Всегда очень приятно, когда люди приходят, обращаются и есть возможность действительно помочь, сделать частичку добра, сделать их жизнь лучше, качественнее. ЖКХ не подразумевает ни выходных, ни праздников. Это ежедневный, ежечасный, ежеминутный труд многих и многих сотрудников, как управляющих организаций, так и ресурсоснабжающих организаций. Все мы делаем одно дело. Во-первых, это все на благо людей, живущих в нашем Щелково. Ирина Микеда, Сергей Максимов, телерадиокомпания Щелково.